Наверное уже все подумали, что CSGO пришел конец. Компания Valve отключила поддержку в оригинальной версии CSGO Legacy, не вернула оригинальную версию CSGO в Steam, но проблема осталась прежней. Миллионы игроков хотят играть в CSGO, а не в новую версию CS2. И вот, наконец-то, Counter-Strike Source Offensive. Вы только посмотрите на эти скриншоты, это же старая CSGO, с хорошим онлайном, со скинами, но давайте разбираться поподробнее. И, друзья, я хочу всех поблагодарить за вашу активность. Под последними роликами вы набираете очень много лайков. Надеюсь, вам будет нетрудно и под этим видео поставить лайк. А также, вы только на это посмотрите. В прошлом ролике я попросил вас подписаться. Нас было 948 586, а вот сколько нас сейчас. 949 273, отнимаем от этого числа, и получается, что всего лишь за один ролик подписалось 687 человек. Я уверен, что вы можете больше. Теперь в каждом ролике мы будем подсчитывать такую статистику. Поэтому обязательно проверьте, подписаны вы или нет. Давайте уже дойдем до 950 тысяч. Итак, как вы знаете, CSGO был сделан на движке Source. А вот уже CS2 перенесли на Source 2. И раньше, примерно 2-3 года назад, существовала специальная версия. Counter-Strike Source Offensive. Что это вообще было такое? А все просто. Оружие, карты из CSGO перенесли в CS Source. И на самом-то деле, Source Offensive от оригинальной CSGO было просто не отличить. Вот страничка этой игры. Тут написано, что весь геймплей перенесли с CSGO в CS. А именно, все оружия, агентов, да даже абсолютно все режимы. И вот просто посмотрите на эти скриншоты. Да это же настоящая CSGO. Честно говоря, я бы даже не отличил от оригинальной версии. По сути, все сделано один в один, кроме главного меню. Оно вот очень сильно похоже на меню из CS. И вот, да, скины здесь тоже можно было выбрать. Но они не настоящие. А знаете, где можно получить настоящие скины? Лиз Скинс. Это лучший сайт для продажи и покупки скинов CS2. Вставляем ссылку на обмен. Выбираем скин, который хотим продать. Далее, выбираем, куда мы хотим получить деньги. Лично я хочу получить деньги на баланс Лиз Скинс. Так как потом я вам хочу еще показать процесс покупки скинов на этом сайте. Продолжить. И нажимаем получить деньги. Подтверждаем обмен. Да. И теперь подтверждаю обмен в телефоне. И друзья, моментально. Деньги зачислены на баланс. Также на этом сайте можно и купить скины. Друзья, вы просто посмотрите. Выбор просто огромный. Хочу себе такую М. И кстати, у них еще на сайте новая функция. Можно купить оптом. То есть сразу там 10 одинаковых скинов. Итак, нажимаю купить сейчас. Да, оплатить с баланса. И теперь я жду, когда мне придет скин. Друзья, прошло меньше минуты. И я забираю свой скин. Обратите внимание на цены. Они самые лучшие на рынке. Вот, к примеру, АК-47 Азимов. Здесь он стоит 54 доллара. А вот в Стиме 76 долларов. К тому же, друзья, пополнить баланс можно разными способами. Их здесь очень много. Ну а ссылку на сайт вы найдете в описании. Основная проблема этой игры. То, что никто ее не довел до ума. Никто не сделал сервера. Отдельный лаунчер. Чтобы ее легко было скачивать. Потому что это, правда, полноценная CSGO. Которой сейчас многим людям, правда, не хватает. Да и тем более, это, знаете, такая уникальная версия. И мне стало интересно. А существует ли сейчас подобная версия? С нормальным лаунчером. С серверами. Друзья, вы очень сильно удивитесь. Но она существует. Правда, у нее даже толком названия нет. Называется Client Mode. Я уже делал обзор на Client Mode на мобильные телефоны. И показывал, что да, Client Mode на телефоны это один в один CSGO. Просто снова же сделан на базе Counter-Strike Source. По сути, друзья, у Counter-Strike Source и у CSGO был один движок. И этот Client Mode мне показался, правда, очень интересным. Давайте скачаем и зайдем туда. Примерно вот так вот выглядит этот лаунчер. Здесь можно найти сервера, создать свой сервер, настройки и настройки Client Mode. А здесь справа есть различные сервера. К тому же здесь может зайти сразу браузер. И есть, конечно же, инвентарь. Здесь есть какие-то подписки. Но и без подписок, в принципе, все отлично работает. Есть различные настройки тоже этого Client Mode. И что больше всего меня удивило и понравилось, это выбор скинов. То есть, понятное дело, что скины из Counter-Strike GO. Выбираем скины для обеих команд. Для начала перчатки. Да, как вы видите, здесь есть платные скины. В принципе, в этом и прикол этого Client Mode. Что он существует благодаря вот таким вот подпискам. Но мне лично комфортно играть в бесплатную версию. Поэтому я выбрал себе вот такие вот перчатки. Дальше. Здесь можно выбрать нож. Я поставил себе такой нож. А вот тут можно выбрать скин. Тоже. Видите, много платных скинов. Для такого ножа нужна подписка первого уровня. Для такого нужна подписка второго уровня. Но выбор бесплатных тоже хорош. Допустим, поставим ночь. Глок. Вот такой я себе поставил. И, кстати, здесь можно наклеить наклейки. Посмотрите, сколько их много. Здесь есть и бесплатные наклейки. Вот, допустим, эту наклейку я наклеил. Потом эту наклеим. Эту наклеим. И вот эту. Здесь можно также выбрать износ. Выберем юсп. И да, кстати, друзья, не забывайте, что это все-таки КСС. И оружие с КСС тоже можно ставить. Но мы поставим с КСГО. И скин добавим, допустим, такой. Добавим себе P250. Выберем скин на него. И так делаем абсолютно на все оружие. Да, жалко, что крутые скины платно. Но хотя бы бесплатно можно украсить крутыми наклейками. Конечно же, можно выбрать 5-7. Это будет 5-7 либо с КСС, либо с КСГО. Выбираем, естественно, с КСГО. И, конечно же, вместо дуалберетов я ставлю Сетек-9. И выбираю на него тоже скинчик. Пистолеты-пулеметы. МАК-10. Конечно же, выбираем МАК-10. Ставим Индиго скин. И выбираем какую-то прикольную на него наклеечку. И да, в начале игры, конечно же, лучше поставить сразу все оружие. Потому что у вас по дефолту будут скины из КСС. Переходим к винтовкам. Я себе уже поставил АК-47 и М-ку. Но добавим еще ФАМАС. Конечно же, тоже на него скин, друзья. Кстати, вот мне интересно, а есть ли скины на оружие из КСС? Давайте из КСС. А, нет, скинов тут уже и нет. На АВП оставим. У меня, кстати, даже в КС-2 такой скин есть. И я уже заполнил практически все оружие. Остались только вот дробовики. И снаряжение. Граната. Осколочная граната. Как она будет выглядеть? Можно вообще поставить снежок. Я себе поставлю дефолтную из КСГО. И вот, друзья, все. В этой КСС мы поменяли все оружия. Давайте попробуем поиграть. Посмотрим вообще, как выглядит эта версия. Именно с ботами. И вот, друзья, как это выглядит. Смотрите, у нас реальные скины. Но в любом случае, это остается еще Counter-Strike Source. Это что-то, знаете, между Counter-Strike Source и CSGO. Такая альтернативная гибридная версия, в которую можно спокойно поиграть. Я бы не обратил внимания на эту версию, если бы у них не было онлайна, отдельного лаунчера и этой возможности добавлять скины. Поэтому давайте посмотрим, что вообще творится на этих серверах, именно в этой версии. Друзья, также при включении лаунчера я обратил внимание на такую вещь, как античит. Влияет на возможность подключения к защищенным серверам и повышает доверие к вам, как игроку. Античит мы можем включить, а можем выключить. Давайте я включу античит. И тогда я точно буду играть без читеров, как я понимаю. Здесь мы можем выбрать сервер из предложенных этим лаунчером, либо найти рандомный сервер в сети. Также можно найти сервера на каких-то рандомных сайтах в интернете. Итак, друзья, вот я уже зашел на карту кэш. Вы только посмотрите, эта карта прям реально из CSGO. Один в один. Также, друзья, вот есть скины. Правда, почему-то скин на ножик не прогрузился, но вот на эмочку есть, допустим, скин. Давайте быстренько посмотрим всю эту карту. Ну да, это прям карта один в один из CSGO. Немного изменена. А, ну меня убили, да. Да, на самом-то деле геймплей немного отличается от CSGO, потому что это все-таки CSGO. И вам в самом начале будет немного непривычно играть. Но, правда, ради онлайн хороший. Много разных серверов. Как вы видите, большинство людей играют с клиент-мода. Но некоторые вроде бы и нет. Давайте возьмем скаут. О, вот на скауте скинчик есть. Как он выглядит? Нормально. Отлично. Честно говоря, даже сейчас в CS2 нету карты кэш. А в этой версии она есть. Так. Очень непривычно играть. Тут даже ребята в чате общаются. Правда, я еще даже себе не поменял ни прицел, ничего. Блин, очень сложно в CSGO зажимать. Абсолютно другая механика стрельбы. Было бы, конечно, круто, если бы еще хат немножко изменили. И звуки прям было бы вообще прям один в один к CSGO. Так. Я убил. Я убил еще одного. Ладно, берем дигл. Так. Многие выбирают карту тускан. Давайте посмотрим, как она выглядит. Потому что карта тускан тоже будет из CSGO. Итак, вот, да. Тоже карта из CSGO. Опа, забрал. На. Забрал еще одного. Также здесь есть еще и дезматч сервера на таких картах. В принципе, вот именно тут можно тренироваться. Так как я в Counter-Strike Source реально очень мало играл за свою жизнь, мне немного непривычно. Мне очень сложно понимать, попадаю я или нет. Но, хо-хо-хо, найс. Так, Галил. Галил со скином. Окей. В CS Source ни разу не играл с Галилом. Опа. Очень неплохо. Очень неплохо. И, конечно же, здесь есть карты из CS Source. А именно карты DAS 2. В принципе, можно найти сервер и из карты из CSGO. Но, как я вижу, скины стоят прямо у всех из CSGO. Да, друзья, и таких проектов появляется все больше и больше. Ведь многим, как я сказал ранее, просто не нравится CS2. И онлайн в CSS реально хороший. Ну, а я надеюсь, вам понравился этот ролик. И вы не забыли поставить лайк. А также обязательно подпишитесь. Просто, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поиграть в эту версию, то ссылку на скачивание вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка на телегу есть в описании. Ну, а меня зовут Алекс. Всем удачи. Скорых встреч.